На внеочередном заседании стояла задача определить основные направления деятельности комитетов. Уже через две недели нужно представлять проекты законов. Но для начала решили разобраться с составом депутатского корпуса. Предлагаю прекратить досрочно полномочия депутата СССР по единому избирательному округу Рубакова Сергея Евгеньевича 26 сентября 2013 года. Спасибо большое. Есть возражения по данному вопросу? Возражений у депутатов не возникло. Сергей Рыбаков отправился представлять законодательный орган региона в Верхней Палате Российского парламента. Его депутатское кресло займет однопартиец Алексей Кузнецов. Далее парламентарии стали определяться со структурой. Вместо семи профильных комитетов, которые были в прошлом созыве, их стало девять. Поменяли и названия некоторых. Мы постарались сделать так, чтобы каждый комитет законодательного собрания выходил на профильные подразделения администрации Владимирской области и на профильного заместителя губернатора администрации Владимирской области. После депутаты разошлись по кабинетам выбирать председателей вновь образованных комитетов. В итоге новичками на этих должностях стали восемь из девяти. Удержался в кресле лишь глава комитета по бюджету Максим Васенин. Сохранил руководящий пост и Роман Русанов. Но профиль его работы изменился. Теперь за ним вопросы промышленной политики, инвестиций и бизнеса. Его бывший комитет по законодательным предложениям и законности упразднен. Учитывая то, что каждый комитет по своим направлениям разрабатывает какие-то законодательные инициативы, отдельный комитет общий, который бы, может быть, обобщал эти законодательные инициативы, он лишний. У нас по регламенту комитет разрабатывает законодательную инициативу, потом направляет ее в законодательное собрание, законодательное собрание голосует и напрямую, уже без всяких комитетов, направляет в Государственную Думу. Кроме представителей «Единой России», портфель получил и депутат от ЛДПР. Владимир Сипягин будет руководить в шестом созыве комитетом по соцполитике. Все решения депутаты, на удивление, принимали единогласно, за исключением одного вопроса. Народные избранники не сошлись во мнении о том, каким должно быть удостоверение депутата, а именно, стоит ли писать, до какого числа действителен документ, или оставить, как у депутатов Госдумы, только дату выдачи. Сошлись на первом варианте. Вручат удостоверение нового образца, скорее всего, уже на следующем заседании. Оно пройдет 23 октября.